Сентября, город Новосибирск, протестная суббота, площадь Ленина. Елена Юн стоит с пикетом, ты раб, цифра или человек. Елена, я так понимаю, это на фоне вот этой новости, которая сейчас прошла, что устанавливаются новые какие-то страшные терминалы в торговые центры, да? Они устанавливаются давно, у нас же в метро устанавливают эту систему, потихонечку внедряют, внедряют, да. Но таких еще не было, как мы видели? Конечно, они будут целиком все переводить на эту электронику. Я по продавцам подхожу и говорю, а вообще понимаете, для чего это внедряется? Вот вы сами своими руками это внедряете. В итоге, когда все это внедряют, вас просто выгонят, оставят без работы. Останутся вот эти терминалы, правильно ведь, да? Многие люди... Ну, я думаю, они без работы-то не останутся. Здесь проблема-то совсем в другом, что там какие-то новая вообще система, которая сканирует, непонятно, то есть это просто... Биометрию она, по биометрии. 2,5 тысячи, если покупаешь на 2,5 тысячи, ну, можно без биометрии, выбираешь. То есть уже сегрегация идет. Либо наличкой, либо картой. А если ты не на 2,5 тысячи покупаешь, только биометрия. Без выбора, понимаешь? Мы с тобой не внедряем. Это уже сегрегация. Конечно. А сегрегация это один из признаков фашизма. Многие считают, что это неотъемлемый признак фашизма. Это признак фашизма. Это фашизм. Типа фашизм. Типа фашизм. Типа флаги нам построили уже. И нас туда загоняют массово. Люди не понимают, не приступают. Наталья Кашпетская про это, кстати, говорит. Марина Масленникова, системный юрист, которая работала в Госдуме, работала прокурором советским. Она во все колокола бьет, на всех площадках выступает. И в Госдуме, и у депутатов, кто предоставляет ей площадки. Очень много информации сейчас об этом. Почему-то люди спят. Елена, какие аргументы в пользу того, что мы должны с этим бороться? Так надо просто посмотреть мнение специалистов. Я бы назвала Марина Масленникова и Таля Кашпетская. То есть их надо смотреть в интернете, они про это все подробно говорят. Да, они очень грамотно, подробно, по поводу, что все раскладывают. Поэтому смотрите специалистов, слушайте. Уважаемые зрители, вот эти цифровые деньги, которые сейчас нам вводят, это не деньги по сути своей. Потому что это условные деньги. Деньги, которые обладают, то есть они программируемые. Это баллы, баллы, которые будут за послушанием. И они могут исчезать у вас карточки. Они могут быть условные, что можно на что-то тратить, на что-то нельзя. То есть это не деньги. Самое главное, ты уже ничего не контролируешь. Твоя жизнь целиком контролируется вот этим большим братом. Уважаемые зрители, у нас хотят отнять просто деньги. Подумайте об этом. Оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии. Не просто деньги, а полностью свободу и личность. Через это свободу. А цифровка будет... Марина Машникова говорит, главная проблема, что будет жить цифровой аватар наш, параллельно с нами. И он будет заменять нашу жизнь. То есть они будут приезжать в какие-то чужие люди. И он может принимать за нас какие-то решения, вплоть до того, чтобы продать какую-то нашу собственную. Конечно, да. Уважаемые зрители, поддержите, пожалуйста, этот пикет. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Продолжение следует...